МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сильный ветер оставил без света 14 населенных пунктов края. По данным МЧС, сейчас восстановительные работы ведутся в 14 селах Каменского, Шипуновского, Зонального, Поспелихинского районов региона. Шторм прогноз действует на территории края сегодня и завтра. Обещают сильный ветер и снег, а во второй половине завтрашнего дня заметно похолодает. Специалисты краевого управления МЧС призывают автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, иметь дополнительный запас горючего. Тем временем дорожникам приходится в эти дни работать в круглосуточном режиме. Только днем на улице краевой столицы сегодня вышло 25 коммунальных дорожных машин и тракторов, оборудованных щетками, сообщает администрация Барнаула. Они пытаются убрать кашу, которая образовалась после ночного дождя. Всего в городе вывозят снег более 80 машин, которые с трудом справляются со снегопадом. В течение дня техники на дорогах, обещают власти, станет еще больше. А как только температура воздуха начнет понижаться, дороги начнут посыпать песчаной соляной смесью, чтобы предотвратить образование гололеда. Водители просят соблюдать скоростной режим. От электронной книги до ремонта сельского ДК. Региональное отделение партии «Единая Россия» объявило марафон приема граждан по личным вопросам. Александр Романенко, секретарь регионального отделения партии, сегодня выслушал две просьбы от жителей Барнаула и представителей Залесовского района. Первый – юный исследователь, увлекающийся краеведением, 14-летний Валентин Олейников. Мальчик занимается в детском экологическом центре и одна из основных тем его научных работ – голубеводство. Для более продуктивности Валентину не хватает электронной книги. Его семья малообеспеченная, приобрести современный гаджет не может. Александр Романенко пообещал, что мечта парня станет реальностью в ближайшее время. А вот представителям Залесовского района Алтайского края придется подождать. Люди просят, чтобы местные ДК включили в проект «Единая Россия» культура малой родины. Сейчас региональное отделение партии принимает заявки, а в феврале комиссия вынесет решение, какие районы получат средства на благоустройство домов культуры. В Залесовском уже подсчитали, что необходимо минимум 3 миллиона рублей. Крышу мы уже отремонтировали, хотим поменять окна, сделать туалетные комнаты, так как у нас это все находится на улице. А сам зрительный зал? Ну, мы бы хотели частично отремонтировать зрительный зал и поменять кресла. То есть, если заявка ваша уже в министерстве, будем отрабатывать, будем смотреть, но постараемся. Барнаульский планетарий покидает свое здание. В бывшей крестовоздвиженской церкви он располагался почти 70 лет. Сейчас администрация Барнаула оформляет документы. Как пишет полиция БРУ, в марте помещения передадут РПЦ, а новое пристанище учреждения может обрести только к концу 2019 года. Наиболее вероятный вариант – это бывший кинотеатр «Родина». Сейчас там располагается театр «Кукол сказка», который должен переехать в будущем году в новое здание на Пушкино. Теперь конкуренцию опытным профессионалам могут составить школьники. В крае продолжается региональный чемпионат молодых профессионалов. Накануне в номинациях «Флористика» и «Туризм» соревновались участники от 14 до 16 лет. Школьники краевой столицы Бийска и Павловского района демонстрировали, как с помощью цветочной композиции изобразить воздух и какие необычные экскурсионные маршруты можно предложить гостям города и края. До конца недели в разных точках края пройдут соревнования по эксплуатации беспилотников, технологии моды и разработке виртуальной реальности. Оценивать конкурсантов будут специалисты со всех регионов страны. Победители объявят 1 декабря, они смогут выступить уже на общероссийском этапе и даже выйти на мировой уровень. В этом году участвуют представители 79 стран. Кстати, финальные соревнования в этом году будут проводить именно в России. Для конкурсанта, который проходит уже на мировой чемпионат и занимает лидирующие позиции, ему выдается такой паспорт, скиллс-паспорт, где прописываются определенные условия, которые он прошел. И с этим скиллс-паспортом может уже устроиться в довольно серьезной компании, может быть, даже за границей. В завершении выпуска «Погода» спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае действует штормовое предупреждение, сильный ветер, снег, гололед. Около ноля в Камне-Наби и Рубцовске, минус 2 градуса в Змейногорске, Белокурихе и Славгороде. Три мороза в Бийске, в Барнауле до минус 3, юго-западный порывистый ветер и снег. Это все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok